Всем привет, меня зовут Данил. В этом видео я хочу рассказать, что такое дрейн-культура. Возможно, это не самая популярная тема, но я думаю, ее будет интересно обсудить. В первую очередь, конечно, нужно начать с истоков, а именно с основателя дрейн-гэнг Блейда. Бенджамин Рейхольд родился в 1994 году, вырос в обычной шведской семье в районе Сканстул на юге Стокгольма. Музыкой он начал интересоваться довольно рано, поэтому уже в 11 лет он основал панк-группу со своим другом детства Заком Аргундадом, который также известен как Эко Ту Кей. По его словам, они просто издавали какой-то шум и не умели играть в музыку. Через некоторое время, когда Бен становится старше, он перестает заниматься панк-музыкой и увлекается граффити. Тогда происходит его знакомство с битмейкером White Armor и Тханапатом Тхоутлонгом, он же Тайбой Диджитал, он же Нино. Впоследствии многие уйдут из этого объединения и останутся только Блейд, Эко, Тайбой и White Armor. Они возьмут новое название – Gravity Boys. Впоследствии Gravity Boys Shield Gang, после Shield Gang и наконец Drain Gang. Очень скоро парни знакомятся с известными всеми Sad Boys. Оба коллектива очень быстро находят общий язык и становятся друзьями, так как делают очень похожую музыку, как по атмосфере, так и по звучанию. После этого начинается их путь к успеху и известности на большой сцене. О чем же музыка парней из Drain Gang? В первую очередь стоит понимать, что их музыка, как и сами артисты, постоянно изменяются и прогрессируют. В их музыке всегда много метафор и отсылок к их обычной жизни. Я думаю, можно выделить несколько этапов развития. Первый – это чаще депрессивный и мелохоличный текстура с атмосферными битами. Второй этап – этап экспериментов со звучанием и более открытого похода к музыке в целом. Ну и третий – нынешний. Более светлое атмосферное звучание и более важные проблемы, поднимаемые в текстах. И какую бы музыку ни писали ребята, никогда не было неравнодушных людей. Их музыка либо сразу влюбляла в себя, либо же наоборот, вызывала непонимание, что довольно часто потом все равно переходила в любовь. Про это даже есть свой мем. При этом их музыку довольно сложно назвать рэпом в полном смысле этого слова. Скорее, альтернативный рэп. Хотя многие из исполнителей, кто вдохновляется творчеством ребят из Швеции, так и называют жанр своих песен – дрэйн. Перейдем же к основной теме данного ролика – теме дрэйн-культуры. Дальше будут мои субъективные мысли, которые основываются на интервью и музыке этих исполнителей. Словам самого Блейда, с помощью музыки он старается показать то, что нужно любить жизнь, что, как мне кажется, у него и получается. Я объясню почему. Глядя, как у ребят меняется музыка и как меняется их внешний вид, логично прийти к выводу, что дрэйн, в первую очередь, – это свобода. Свобода самовыражения как во внешнем виде, так и в творчестве. В одном из интервью Бейн говорит, что дрэйн – это одновременно и утрата, и приобретение. Это необходимость что-то потерять, чтобы что-то найти. Естественно, можно приводить самые разные примеры, как, например, потратить деньги, чтобы купить что-либо, или же перестать следовать чьим-то нормам, чтобы обрести настоящего себя. Подобная фраза даже есть на их мерче. Lost and Gain are the same. Потеря и приобретение одно и то же. Неудивительно, что все больше появляется артистов в подобном жанре, ведь то, что делают истощенные парни, выглядит футуристично и по-настоящему креативно и свежо. Именно из-за этого относительно небольшой круг фанатов почти что обожествляет и приравнивает к ангелам парней из Швеции. Сам Блэйд комментирует это довольно скромно и говорит, что ему иногда неловко. К сожалению или к счастью, в нашей стране дрейн-культура развивается не быстро. Что еще можно сказать по данной теме? Для меня, прежде всего, дрейн является новым видком творчества, в котором любой может выражаться в удобной для него манере. Дрейн – это то, от чего тебе сначала может быть неудобно, но в итоге ты поймешь, что ты на собственном единственно верном пути. А что дрейн для вас? Пишите комментарии. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, многим стало понятнее, чем является дрейн-культура и откуда она взялась. Заходите в мою группу, там я выкладываю переводы песен, статьи и просто контент, связанный с этой тематикой. Подписывайтесь, оценивайте видео. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok